В моем представлении лекции будет несколько иначе, поэтому я буду рад, если мы от формата монолога как можно скорее перейдем к формату диалога и непринужденного человеческого общения. Единственное, может быть, я попробую этому предпрослать небольшое объяснение по поводу заявленной темы, по поводу того, почему она сформулирована именно таким образом. Там вот у нас было про пять разных путей в филармонию, про пять разных причин. Вот все это так или иначе вращается вокруг некого числа пять. Это вот почему происходит. Я часто постараюсь какие-то достаточно простые жизненные вещи сформулировать, как их вижу не только я, но, в общем, как подсказывает некий опыт, наработанный в том числе и моими коллегами, работающими с большими и очень разными аудиториями. Это филармонии не только столичные, но и региональные. Они, в общем, разными путями приходят примерно к одному и тому же. Существует в традиции классического иудаизма притча, очень старая. Ну, это даже не совсем притча, это такая, как бы, рассказка, присказка по еврейски Майса. Про четырех сыновей. Она имеет отношение к еврейской Пасхе, но, как и очень многие вещи в еврейской традиции, вообще легко и непринужденно переносятся на самые общие закономерности человеческой жизни и человеческих взаимоотношений. Речь идет о том, что, как известно, в первый вечер этого праздника собираются люди и выполняют определенный ритуал за столом, который называется первый сет. Четыре сына приходят к отцу и происходит характерный набор, ну, обмен характерными вопросами и ответами. Здесь, конечно же, важнее всего сами формулировки этих вопросов. Первый сын спрашивает, ну, как у нас тут дела, что у нас тут происходит? Второй спрашивает, что это тут у вас происходит? Третий формулирует свой вопрос несколько иначе, кто все эти люди и что вообще тут у вас такое делается? А четвертый настолько нефтильно, что он задать вопрос не в состоянии. Это разные, так сказать, степени вовлеченности человека в традицию и в то сообщество, куда он попал. Гораздо более современные авторитеты в этой области, ну, скажем, гораздо более современные, чем библейские мудрецы, которые эту традицию писали, собственно, Добавляют, что в наше время гораздо более актуально, кроме этих четырех известных и предсказуемых фигур, еще и пятого сына, которого там физически нет, Потому что он не только не в теме, но и не в курсе, где в этот момент находятся остальные четыре. Ну, не в курсе и не в теме, и не ладно. Но вот именно наличие этого пятого элемента в конструкции, оно нам, собственно, и дает ту самую цифру пять. И те самые пять путей, которыми люди либо приходят, либо не приходят в то сообщество, к осуществлению того в общем, Ну, с разными, очень вольными поправками ритуала, который сегодня и вчера, и завтра, и всегда назывался и будет называться филармоническая жизнь. Практика, благодаря которой живо искусство классической музыки, исполнение, сочинение и все эти традиции своим собственным образом поддерживаются. Я постараюсь коротко перечислить те мотивы, по которым, предположим, кто-то из нас, из наших с вами знакомых, незнакомых, современников, соотечественников, мог бы там оказаться. Первые две группы этих мотивов, это, скажем так, конформизм и его противоположность. Которые, в общем, сходятся с тем же самым конформизмом, как сходятся крайности. Мы знаем, что, как правило, филармонические концерты посещает не абы кто, а публика, скорее, приличная. Вот если в наши с вами представления чисто социальные, чисто эмпирические, в приличных людях попадают те, кто там находится, если мы примерно себе представляем, что мы можем там оказаться в своих компаниях, то вот такого рода конформизм, в общем, чрезвычайно позитивен. И он, человек, вполне может привести в ту самую филармонию, в большой зал, в маленький, может привести однажды, а может приводить и на регулярной основе. Соответственно, мы прекрасно знаем, что в нашей современной действительности представляет собой сообщество людей низкоквалифицированных, с не особенно развитым интеллектом, не особенно образованных и, главное, не желающих ни одну из этих качественных характеристик, каким-то образом изменить. Мы не будем употреблять здесь всяких сельскохозяйственных терминов, но желание утвердить себя в качестве противоположности этих сельскохозяйственных терминов тоже является эффективным и реально действующим мотивом, который приводит людей, в том числе и в концертные залы. Это один из способов доказать, что ты не такой. То есть, ну, понятно, эти два как один, но их два мотива. Затем, у нас есть представление, скажем, о том, что в наши дни пользуется массовым спросом, а что несколько выше, что люди хотели бы себе позволить, но могут позволить себе не в силе. Вот такого рода элитарность – это тоже достаточно распространенный и часто приводимый аргумент в пользу того, чтобы оказаться именно в сообществе людей, для которых классическая музыка что-то значит, или даже значит очень многое. Еще одна сторона этой элитарности, она не является изнаночной, а скорее соседней гранью. Это ценность для некоторых, объясняемая тем, что классическая музыка трансграничный, международный, не сводимый к какой-то одной, даже очень большой стране и к ее рубежам формат человеческой деятельности. То есть, все, что в ней есть международного, все, что в ней есть, грубо говоря, импортного, это вот тоже еще одна категория. Мы прекрасно понимаем, что в современном русском языке означает слово «панты», и почему петербуржцы говорят, что если бы «панты» светились, то в Москве были бы белые ночи. Поэтому вот две эти категории, из многих нам известных, именно эти две, я бы назвал в качестве наиболее существенных мотивов, по которым люди оказываются вот именно там, где бы хотели бы их видеть. Ну или, по крайней мере, где нам было бы любопытно последить за их поведением и пронаблюдать, как они себя поведут, придут ли они еще, что они потом скажут, как они будут обсуждать, будут ли. Вот такого рода, значит, есть социальные мотивы, есть понты. И пятый мотив – это, собственно, он один. Интерес, продиктованный самыми разными внутренними причинами, обстоятельствами, внутренним содержанием той личности, которая на концерт пришла, собственно, классической музыки как таковой. Я не стал бы рисовать это в виде диаграммы, скажем, выделенной как пятиконечная звезда или как знак качества на сектора по 20%, хотя, может быть, это было бы забавно. Особенно в виде мультика, если бы мы эти пироги, например, там, резали, делили, сдавали друг друга, откусывали. Но, возможно, в этом чисто зрительном, графическом представлении о том, что круг делится на пять секторов под 20%, да, каждый из них, каждый кусочек – одна пятая. Вот, скорее всего, не очень это расходится с действительностью, и не сильно больше 20%, не сильно больше четверти, я думаю, тех людей, которые реально ходят на концерты, причем это не только отечественная, а мировая практика, приведены туда в чистом виде, незамутненным, эстетическим или культурологическим интересом к самому предмету, только к нему, который, соответственно, диктовал бы им необходимость там оказаться и особенности восприятия после того, как они там оказались. Ну и, соответственно, вот ту динамику, которая делала бы их, скажем, постоянными слушателями. В эти проценты входят, естественно, и тонко чувствующие, высокообразованные, гениальные, просветленные, и люди, вовлеченные в процесс производства, исполнения, поддержания всех этих классических традиций, просто в силу того, что они внутри этого процесса находятся, а не снаружи. Но они там тоже есть. И дело даже не в том, сколько их, а в том, что их мотивы, так или иначе, все сходятся на одном единственном факте. Они все сидят, так или иначе, в одном зале. Все с большей или меньшей степенью адекватности соблюдают условия этого ритуала. Конечно, не религиозного, но тоже требующего каких-то усилий, какого-то уважения. Я мог бы, например, еще в виде этой пятиштриковой, как радиолюбители говорят, пятикусковой диаграммы представить сами эти условия, кроме известной проблемы, надо ли, можно ли, стоит ли хлопать между частями многочастного произведения. Уверяю вас, мне в месяц, по крайней мере, раза два-три приходится иметь дело с аудиториями, которые по-разному просят им объяснить, ну или, скажем так, нарываются на разные комплименты. Я стараюсь это именно в форме комплиментов аудиториям представлять по поводу того, правильно ли они, например, себя ведут. Между каждыми двумя частями детского альбома, так сказать, взрываясь сложными продолжительными аплодиспетиями, принимала публика в городе Сургуте. Исполнение семи фрагментов с детского альбома Чайковского. Кроме ладушек между частями, это вполне нормально и естественно, проблемами соблюдения или не соблюдения ритуала является... Собственно, ладушки-то у меня вырвались просто потому, что это одно из свежих впечатлений. А проблемой номер один, по факту, чтобы вы знали, является все, во что упаковывают современные кондитерские изделия. Потому что бабушки, как правило, в гораздо большей степени, чем дедушки, которые приходят на концерт с шоколадками, с чупа-чупсами, я не знаю, с чем-то еще, с любыми изделиями, которые вот, слава богу, здесь такого нету, но вот вы можете себе представить фольгу, которая... Или целлофан, пластик, ну все что угодно, да? Причем это достается из одной упаковки, потом из другой, потом разворачивается. И вот могу сказать, что среди моих коллег-музыкантов, особенно, конечно, дирижеров, это самая зависимая профессия и самая, в каком-то смысле, обостренно воспринимающая, ну потому что, как известно, главное профессиональное орудие дирижера – это уши и слух. Вот дирижер Феликс Коробов, например, именно от этого, а не от разговоров, не от мобильных телефонов, не от каких-то других нарушений и ритуалов, вот реально звереет. И если у него есть возможность, например, высказать той или иной слушательской аудитории, конкретным ее представителям все, что он об этом думает, то он эту возможность не упускает никогда. И когда он об этом говорит, я просто умолкаю, потому что здесь нет просто никакого сравнения его красноречия и вот того жалкого лепета, который по этому поводу я мог бы произнести. Как он этих людей стыдит, не могу сказать, что это всегда приносит результаты, но мне приходится уже, и я знаю моих коллег, которые ведут концерты, приходится наряду с напоминанием о мобильных телефонах, которые надо выключить или обеззвучить, с напоминанием о вспышках, которыми не надо пользоваться во время исполнения музыки, если вы хотите запечатлеть артиста, потому что если вы ему в глаза направите этот светодиод, новый, хороший конструкции, хорошей многопиксельной камеры, которая делает отопод, и которая еще к тому же борется с красными глазами исполнителя, то он может и строчку потерять в нотах, и на какой-то момент вообще вырубится. Особенно это трогательная проблема, когда на сцене дети, а в зале такие же дети, только не понимающие, что эти там делают. Вот ребенка можно вырубить, если он играет, скажем, хорошо выученную пьесу, как на зачерке, да, если просто его фотографировать во время исполнения. Это у нас уже набирается, значит, телефоны, шоколадки, да, про шоколадки мне тоже отдельно приходится говорить, я к чему. Значит, ну, разговоры, и в принципе, я бы сказал, что главная особенность этого ритуала, кроме обобщенной характеристики приличного и культурного поведения, которую, как и счастье, каждый себе представляет по-своему, да, но все вместе понимают, чем одно отличается от другого, вот, от сельскохозяйственного поведения, и от, так сказать, этих сельскохозяйственных представлений об отдыхе, да, в принципе, речь идет о том, что человек, находящийся там внутри, рано или поздно научается воспринимать действительность, не будем сейчас красивых наукообразных терминов, но действительность с преобладанием слухового восприятия, то есть примерно так, как воспринимаем ее мы, работники радио. Вот, я знаю, опять же, у меня разные коллеги, да, здесь одни, там другие, так получилось. Те люди, которые долго и много работали, работают, продолжают работать на радио, они вообще по-другому воспринимают человеческое общение. Они очень часто употребляют характерные ображения словами говори. Когда, ну, вот это вот, понимаешь, а он вот так, а он вот это, говори словами, я не понимаю, что это значит, да? И вообще очень многое становится ясным для тех людей, которые погружены так или иначе в филармоническую реальность, в классический музыкальный контекст, если оно сформулировано именно с помощью звука, без избыточных или даже необходимых зрительных, двигательных, толкательных, хватательных эффектов. Вот, научиться воспринимать, прежде всего, звуковую сторону процесса. То есть можно делать все, что угодно с этим телефоном, можно его, хоть вот, 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 зал, вот, как угодно, но чтобы он много звуков не издавал. Это приходит не сразу. То же самое касается и особенностей общения, предположим, на эти темы в антракте. Ну, это уже, так сказать, внутренние подробности ритуала. Я надеюсь, что здесь понятно. Научиться воспринимать реальность примерно так, как ее воспринимает профессиональный музыкант. Тоже ушами. Затем мы попадаем в ситуацию, когда у нас люди, находящиеся в зале, особенно если на них посмотреть глазами человека, пришедшего в первый раз, вроде как все в теме. И вроде как они уже здесь хорошо себя чувствуют, вроде как они позитивно реагируют, высказывают или выказывают некие положительные эмоции. Все очень хорошо. На самом деле, это ошибочное и очень часто с нами играющие разные шутки восприятие, это иллюзия, тоже разбивается на некую своеобразную пятерку. Потому что часть... Вот здесь нам как раз понадобится в точности эта майса толумудическая при четырех сыновей. Часть из нас, находящихся в публике, во время любого классического концерта воспринимает происходящее на, ну, условно говоря, экспертном уровне. Примерно так, как это делают преподаватели высших, средних, совсем высших, совсем низших учебных заведений, когда принимают зачет, экзамен или просто занимаются с учениками. То есть, они знают и исполнителя лично, и произведения в подробностях, и конкретно оценивают, что происходит, насколько выполнены те или иные требования, условия всех этих задач. Это очень тяжелый, кстати, уровень восприятия. Понятно, что так слушать музыку – это тяжелая работа. Вот в зале найдется на каждом концерте плюс-минус, там, звездность, элитарность, цена билетов и класс исполнителей, ну, может быть, там, от 3 до 7 процентов людей, которые именно таким образом воспринимают происходящее. Это мы, значит, загибаем один палец. Дальше у нас есть люди, которые знают что-то одно, но уверены в этом знании. Либо для них знаком исполнитель один или все, или несколько, либо для них знакома музыка, то есть они ее слышат, предположим, не в первый раз в своей жизни. И в том и в другом случае, это мы можем сразу два пальца, кстати, загручить, и в том и в другом случае происходит как раз то сочетание, которое является оптимальным для получения новой информации, известная и неизвестная, значит, неизвестная об известном. Причем я обращаю ваше внимание, что значительная часть аудитории, и это тоже данные эмпирические, но подтвержденные некоторым опытом, значительная часть аудитории приходит с ожиданиями, с представлениями о том, что будет, и уходит с такими представлениями, которые опираются именно на поведение людей, находящихся на сцене. Можно разграничить поведение человека, который тебе чужой, но ты за ним внимательно наблюдаешь. Ну как этот клоун приявляется? А что он все время вот это за платком лазит и вот так вот делает? Что он там упатил бедный. Можно таким образом. Можно отдельно, предположим, отметить категорию людей, которые с этим исполнителем объединяются, и, как правило, именно они относятся к психологическому типу так называемых сыров и сырих. Как известно, это приписывают Сергею Григорьевичу Лемешеву, выражение, что вы тут раскатились, как сыры. Но относилось к поклонницам, которые у служебного подъезда Большого театра, входящего на Петровский участок, к ЦУМу, его ждали и потом как-то вот раступились, но когда он вышел. Это люди, не просто знающие артиста, а специальным образом на него ориентированы. Не обязательно их восприятие настолько предвзято, пристрастно и искажено, как у патентованных клакеров, у патентованных балетоманов, которые ходят посмотреть, как он ее обнимет в этот раз, потому что 400 предыдущих раз он обнимал ее все время по-разному. И вот наконец, 401 раз, может быть, это как-то еще откроет новую грань его или ее таланта. Но в целом этот момент, он, кстати, отрабатывает и очень важно в современной действительности тему звездности, незвездности, потому что есть среди музыкантов, которые работают, в общем, примерно одинаковым образом. Персонажи совершенно не медийные, а есть чрезвычайно медийные. И когда выходит, предположим, в сотый раз, и не следенет Чхмацуев, и играет Абраяль от Акот, это воспринимается огромными аудиториями, как нечто ожидаемое, родное, и, в общем, отчасти даже это вот наше общее от Акот, когда второй концерт Рахманинова, третий концерт Рахманинова, в то время как злобные интеллектуалы шипят у себя там в углу, что бедный Денис Леонидович зависает, в свое время формулировка, это меня очень впечатлило, кто-то из композиторов современных написал в фейсботе, что вот ему можно посочувствовать, потому что он бедный зависает в своем персональном аду, состоящем ровно из одного концерта Чайковского и двух концертов Рахманинова, да? Ну, вот кто как это воспринимает? Однако, момент, скажем, одностороннего, но очень важного для слушателя знакомства с персонажем на сцене, никак нельзя сбрасывать со счетов. Это формирует восприятие. И если человек объединяется с ним, то он именно на поведенческие моменты обращает внимание, даже если он при этом хорошо знает музыку, да, и даже если его интересует музыка, даже если он получает удовольствие, все равно доминирует в этом восприятии именно поведенческие моменты. А как он выступил, а как он вот проявил себя, как он, там, с точки зрения темперамента, но я не буду сейчас это вот все тоже косноязычно формулировать, смысл в данном случае именно в том, что он действует как бы от имени этих слушателей, и для них это чрезвычайно важно. Это, кстати, их объединяет еще и в некую особую подгруппу в аудитории. Затем, у нас есть персонажи, которые не знают ни музыки, ни исполнителя, но движимый любопытством, даже какой-то предварительно полученной информации. Вот это чаще всего происходит, когда неофиты попадают либо в оперу, либо на балет, ну, в общем, в музыкальный театр. Здесь самое приятное и самое удивительное для тех людей, которые как-то вот смотрят и не понимают, почему классическое искусство музыкальное вообще еще живет как-то и просто вот не превратилось в пепел, именно то любопытство, которое эти люди находят возможность удовлетворить до того, как они сюда пришли. То есть, они что-то расспросили, что-то почитали, что-то где-то отрывками слышали, что-то припомнили, запоставили и соотнесли. Это тоже очень здорово. И вот каким образом одно где-то вербальным образом полученное или в виде текста, или в виде какой-то рассказки там сарафанного радио, я не знаю, там армянского или какого-нибудь еще радио, фольклорным источником сообщенное срастается с реальностью, вот это тоже бесконечно интересный процесс, когда в голове у человека складываются либо две половинки, либо какая-то еще более сложная конфигурация этой реальности. И он начинает понимать, что да, действительно, вот это сейчас, которое стоит на сцене и поет «Скорбит душа», совершенно непонятно почему, вот это вот некий реальный исторический персонаж, про которого я знаю, что он царевича Дмитрия убил, зараза же. Это вот Буриз Годунов, и если человек в этом состоянии, а это состояние, оно характерно, и почему я на нем останавливаюсь, оно очень важно для восприятия одного человека и для качества всей аудитории, для того, чтобы понять вообще, где мы находимся и что с этой аудиторией делает музыка. «Скорбит душа», оно характерно активностью сознания, то есть это не сон разума, а как раз одна из фаз его максимального бодрствования. В этот момент человек, например, способен, если он что-то слышал, что-то читал, а теперь видит, какой Буриз Годунов идет на сцене, большого, я не знаю, среднего, маленького театра, он способен, например, задаться какими-то вопросами, которые бы в обычной, ну, скажем так, полусонной для разума реальности, рутинной, не пришли бы ему в голову. Например, какого рожна посредине народного торжества сцены коронации, когда тут кругом ходит толпа, а рот слава-слава, звонят колокола, гениальные оркестровые Мусорского, как положено, вдруг почему-то этот персонаж в 25-килограммовом облачении, как известно, полностью царское облачение весит 25 килограммов, и на котором почему-то выходит из Успенского, если я не ошибаюсь, собора и говорит совершенно неадекватный текст, который вроде как никто не слышит. Вот вместо того, чтобы сказать там сейчас типа «Да здравствует матушка Русь», я не знаю, или что-нибудь такое, возвышенное патриотическое, он говорит «Скоро видит душа, какой-то страх неволенный, зловещим предчувствием сковал мне сердце». Вот, и если человек в состоянии это отрефлексировать, если он видит это несоответствие и начинает задумываться «А как это? А почему? А что происходит?» То может быть для него дойдет, что на самом деле это не внешний, а внутренний голос персонажа говорит, а все этого остальные не слышат и на это не реагируют, потому что это он сам с собой разговаривает и фактически этот момент является в опере стоп-кадром, когда вот он вышел, знаете, как бывает в сериалах, шпионские камеры зафиксировали, в рамочку повесили, тут же там естественно отослали, он вышел вот с таким выражением лица и в этот момент он примерно такое, значит, на уме. А на языке у него «О праведник, он мой отец, державный» и далее по тексту, да, потом дальше «Всем вольный вход, все гости дорогие, поехали, значит, теперь поклонимся почившим властителям Руси». Это уже вслух. И вот когда человек способен реагировать на такие тонкости, в принципе, не обозначенные автором, но подразумеваемые, это значит, что его музыка здорово активизировала и продвинула. Я привел именно этот пример, просто потому что он только что пришел мне в голову. Он один из тысяч. И совершенно не обязательно эта познавательная активность может быть связана именно с миром оперы, балета или чего-то еще такого вот сугубо театрального. То же самое на уровне, там, скажем, узнавания знакомых мотивчиков и считывания тех или иных эмоциональных кодов, заложенных в музыкальном языке той или иной эпохи. А мы понимаем, что для нас родным и понятным совершенно без перевода является язык, в общем, ну, трех-четырех эпох. Остальные уже требуют каких-то дополнительных усилий, чтобы понять, например, какой-нибудь ренессанс или, там, штатскую школу послевоенную германскую музыку, европейскую всяких штокхаузов, там, агулезов. Это надо напрягаться. Но вот готовность понапрягаться, в принципе, рождается из довольно успешных предыдущих попыток, каковые не произойдут, если рутинный полусон разума не превратить в активное бодрствование. Ну и, наконец, там есть просто люди совершенно случайные, которые, может быть, даже и соблюдают все филармонические условности, потому что им объяснили, как это надо делать, чтобы никто не злился, не шикал и не говорил, пошел вон отсюда, дурак, но при этом они вообще не задействуются. И это, я вам должен сказать, именно в мировом масштабе доминирующий слушательский слой, в котором по умолчанию правды оказываются все вновь прибывшие, но вместе с тем именно из этого слоя человек может никуда не уходить, даже не стараться его покинуть, но при этом вырасти в продвинутого и необычайно ценного слушателя, даже в хорошего настоящего знатока. Потому что даже тот, кто, предположим, занимается какой-нибудь административно-хозяйственной деятельностью в белом городничке в течение рабочего дня, а потом идет вечером на концерт, или даже тот, кто сам бы не пошел, но жена очень настаивала, или кому нужно встретиться на этом концерте еще с кем-то, кто занимается административно-хозяйственной деятельностью в белом городничке в течение рабочего дня, и так далее, и так далее, все равно медитируя, просто медитируя под любой достаточно съедобный, достаточно приемлемый, нераздражающий и активно скажем так, неутомляющий его звук, все равно испытывает все то же воздействие, которое заключено в самой музыке. И все эти уровни, их может быть пять, при более внимательном рассмотрении мы можем в каждом еще по пять, и так далее, так или иначе предусмотрены воздействием настоящей, качественной, классической музыки, потому что она способна с каждым разговаривать на его уровне. Вот именно этим она отличается, ну помимо прочих своих принципиально важных отличительных качеств, от всей той остальной звуковой реальности, от всего того мусора, шума, необязательных и пролетающих в одно ухо влетающих, в другое вылетающих звуков, которыми мы собственно окружены. От коммерческой попсы, различных эффектов звукового оформления, от музыки сериалов, сделанной на синтезаторах, от музыки рекламных роликов и заставок и от всего остального. Вот в этом собственно и заключается то свойство классики, ради которого имело смысл привлекать к этому обсуждению и пятого сына тоже, и раскладывать все эти пятерки. Вот я на данный момент практически завершил объяснение про пятерки, которое у меня для вас было условно говоря приготовлено. Последнее, что я хотел бы сказать, это еще одна банальность, чрезвычайно хорошо известная и часто повторяемая, но она возможно тоже как-то довершит эту картину. Не нами сказано, что человек тем счастливее, чем больше разных мы он может о себе сказать. Понятно, что мы все как один смотрящий телевизор, это прекрасно, и это тоже счастье. Другое дело, с какими именно разными мы человек объединяется, попав в этот мир, зацепившись тем или иным образом за любой из уровней восприятия, поведения, отношения к происходящему, интереса от минимального до максимального, вовлеченности от минимальной до максимальной, он объединяется с современниками, а самое главное со всеми теми, кто до него эту музыку, этот репертуар, этих исполнителей, эти способы сценического поведения, взаимодействия на профессиональных собственно уровнях исполнения, да, это необходимо, потому что те люди, которые музыке учатся и исполняют ее, они в принципе получают совершенно уникальные навыки коммуникативные, мы об этом знаем, музыка именно это чрезвычайно развивает и обостряет, и главное он объединяется с теми поколениями слушателей, которые получали от этого совсем другие, но возможно сходные эмоции, очень сильные, очень для них цельные, смыслы и жизнеобразующие, и которые собственно и сделали этот репертуар базовым набором классики, он может быть шире, может быть уже, но становясь в этот ряд, человек некоторым образом оправдывает и их существование, и их выбор, который был сделан там в 18-19-20-м веке и таким образом собственно до нас дотянулась вся эта традиция и свой в каком-то смысле тоже, потому что попав туда он неизбежно кому-то еще, кто придет позже него и вовлечется может быть совсем другим способом вот в это сообщество передаст и представление о ценности и представление об истинных мотивах, которые сюда привели человека и об истинных подлинных эмоциях или высоких чувствах, без которых вся эта история вообще мертва и не существовала бы уже на тот момент, когда мы пришли. Вот как-то так. Теперь вот если у нас есть какие-то уточнения, вопросы, реплики, возражения, я буду рад все это услышать. Можно я спрошу? Можно спросить? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот когда известно, что классическая музыка имеет под собой очень много ну если не философского, то очень большая оценка к религиозному опыту, то есть композиторы, которые сочиняли музыку, они ее сочиняли желая что-то ну сказать и выразить. Вот если мы приходим на концерт, который мы не знаем, мы не знаем, что звучит, ну только прочитали в либретто, да, предположим? Ну, конечно, бах вместо Симель. Правильно ли я понимаю, что, предположим, слушая Баха, все, что он хотел сказать, мы можем понять только по настроению этой музыки. То есть нам кажется, что она мрачная, значит, у него были какие-то тяжелые переживания, она вот такая вот вроде веселенькая, если это можно вообще про Баха сказать, то значит, вот у него было хорошее настроение, он хотел сказать, что жизнь прекрасна. Только ли на таком вот, ну, уровне, потому что вот мой папа, например, когда меня начал возить в консерваторию, он мне сказал, ты вот садись, слушай, вот что ты представляешь в этот момент, вот цветы полевые, вот значит, это хотел сказать композитор, но это же абсолютно правильно. Правильно или неправильно? Это абсолютно правильно. Я ничего не смогу возразить вашему папе и, как говорится, даже не попытаюсь. Здесь, понимаете, какая штука здесь, нет и не может быть правильного ответа, вот ровно одного. На любом из уровней восприятия, на котором мы с вами оказываемся, так или иначе, всегда часть информации считывается, а часть информации проходит мимо. Там, где дело касается, предположим, музыки как музыки, если мы говорим о чистом искусстве, где нет слов, где нет песен с текстами, где нет акцента, произношения и всяких таких и прочих вещей, мы вольны слышать, думать и представлять себе абсолютно все, что угодно. она имеет, я говорю сейчас без всякой опаски обо всей классике, обо всем том массиве репертуара, который у нас сегодня классикой считается, начиная, предположим, с условной границы 17-18 века и заканчивая музыкой, которая написана буквально вчера. она имеет интуитивный интерфейс, то есть папа ваш был абсолютно прав, если вы взяли вот этот бесконечно продвинутый гаджет, да, если ему нет инструкции, то без всякой инструкции вы все равно разберетесь, где там чего. Другое дело, вы можете не узнать о каких-то скрытых свойствах и скрытых способностях гаджета, да, о его склонностях, пристрастиях, можете не разобраться в его характере на уровне такого вот беглого первого знакомства, но интуитивно вы услышите ровно то, что он вам описал. Цветочки, птички, эти самые священные стены Домодевича, Домодевича, Домодедовского аэропорта или Новодевича монастыря с равным успехом. Все что угодно, любые образы, они имеют полное право на существование и никто ничего не может запретить. В том числе, я хотел бы обратить внимание, что такие вещи, как, например, длинноты, скука, ощущение тоски, ощущение томительного ожидания, когда вам тягостно, когда вам кажется, что время тянется медленно и вас напрягает. Вот во многих случаях, это не дефект, а особенность. Это эффект. Это зачастую входит в стоимость той или иной художественной концепции. Надо понимать, что в этом смысле кому кроме себя слушатель может доверять. В данном случае это вопрос не риторический, потому что у него есть действительно разные ответы. Очень часто приходится слышать от слушателей совершенно отфонарные объяснения того, что, например, для них раскрывается в том или ином произведении. Извините, вот сейчас мне это напомнило просто один чрезвычайно странный для меня случай. Случай был такой. Я просто поразился до такой степени мне попался в чистом виде псих-самовзвуд, на которого музыка произвела вот воздействие детонирующее и, значит, человеку повело. При том, что он был тихий, скромный, абсолютно адекватный парень. Оператор, с которым мы, ну, поскольку заболел наш постоянно работавший оператор, да, пришлось взять что-то на замену, с которым мы летели, если я не ошибаюсь, летели мы в Берлин, а потом ехали в Лянцик снимать ровно про дядю Баха и про Мендельсона заодно тоже, потому что это все происходило в одном городе, только с разницей в 100 метров. Значит, я по ходу дела в самолете достал уши и говорю, вот у нас тут будет про апостола Павла есть такая большая у Мендельсона оратория. Вот, говорю, послушай, и врубаю ему музыку, а понятно, что сочинение эпическое, длится два с лишним часа, я с первого трека подряд дал ему послушать в результате, ну то есть я не ограничивал его во времени, он начал говорить мне о своих впечатлениях где-то минуте на 10-11-й, то есть наверное он послушал 2-3 первых номера. Значит, его абсолютно не интересовало, что они там поют, поскольку это человек с совершенно противоположным восприятием реальности. это, собственно для меня это клеймо, как это говорить, тавро, да, и на плече горит клеймо, это в гиковский кинооператор, человек, для которого не существует все то, что важно для меня, не существует звуковая сторона действительности, а приоритет дает стопозрительный. Ну, это, так сказать, мы могли бы договориться, но в данном случае вместо договориться мне начали излагать концепцию. Значит, парень мне стал рассказывать, что он слышит здесь сначала некое морское путешествие, затем стремление мужчины вернуться домой, ожидание встречи с женщиной, которая его очень ждет, потом какое-то объяснение бурное, в результате которого они не вот не гармонично встретились, а наоборот поссорились, и дальше как-то развивается и разрастается между ними конфликт, и все это вот что называется, ну, знаете, как просто вот можно какой-нибудь шедевр граффити написать по грязному бетонному забору, да, а можно этот же шедевр, предположим, по обоям с уже нанесенным и красивым рисунком, да, вот все это нафиг, это не важно, мы сейчас это все вот по новой замажем, да, и кто-то это воспринимает как вот на языке операторов это сирком по зайцам, а кто-то абсолютно нормально, то есть для меня это вошло в противоречие, меня чрезвычайно удивило, что человек совершенно не стал дальше чем-то интересоваться, он сообщил о своей эмоциональной реакции, он посмотрел кино, воображаемое, которое ему привиделось при звуках оратория Бендельсона Паулюс, да, и этим удовлетворился, он говорит, все, я понял, все, офигеть, потом там дальше оказалось, что во всех планах, где мы должны были все это снимать, там, брак по видео, там, трясется камера и так далее, потому что на другом думает, но это неважно, вот такое восприятие при всей его, в данном случае, спорности и неполной адекватности, оно тоже абсолютно нормально, хотя, конечно, есть вещи, которые оно игнорирует, например, очень трудно объяснить аудиториям филармоническим во Франции, Германии, в каких-нибудь вот таких странах, где есть соответствующие традиции, как можно слушать произведения, написанные на какие-то слова, с текстом, без этого текста, без интереса к нему, без понимания, ну, или, там, скажем, какая-то бракодабра, бракодабра, поэтому они совершенно иначе воспринимают, например, русские или чешские оперы, которые для них звучат как абсолютнейшее абракодабра. Вы знаете, да, что русский язык для европейцев франкофонных или англоязычных звучит, как человеческая речь, повернутая с конца до начала. Да, то есть они воспринимают вот так вот, как враги разговаривают в фильме фан-фан-тюльпан, да, вот примерно так. Но, тем не менее, когда это музыка, когда это не обязательно Чайковский, Шостакович, Стравинский, там, кто-то еще, это воспринимается как ценнейшая, необходимейшая информация. И, если ты не узнал, про что там речь, то ты просто какую-то часть своих денег, заплаченных за билет, выкинул в окошко. Ну, разве ж так делают приличные люди, да, воспринимые? Тебя, уважающие. Извините, пока я их не успел. А вот к разговору о Шостаковиче и Чайковском, а как вот развить свой вкус? Ну, в том плане, вот я, когда мне человек говорит, что ему очень нравится Вивальди, я уже к нему как-то думаю, ну, Вивальди, ну, понятно, ты вот не слышал там, какого-нибудь... Но, при этом, и вот, что есть в музыкальном, мире, что есть вкус и безвкусица, когда, или исполнение со вкусом, или, ну, вообще, вот, существует такое понятие, как вкус в музыке? Существует. Что слушаешь, или как играешь, или... Существует. Это одно из самых бессовестно эксплуатируемых оценочных, даже не суждений, а один из самых, вот, заюзанных до неприличия оценочных подходов. Когда об этом говорят люди, вот, с того тяжелого экспертного уровня, да, они обычно употребляют понятные им и их подведомственным клиентам выражение, типа, ну, это не Баха, что ли? Нет, ну, это не Брамс. Подразумевается, ну, по-нашему, по-бразильски, прокрустого ложа, а с точки зрения, там, уважения к академическим традициям, можно назвать жесткий и обязательный набор требований к тому, как ходят, как сдают в данной конкретной игре. И, скажем, тот или иной музыкальный стиль рассматривается как отдельная игра, с отдельными правилами. Вот это бридж, а это покер. И, как жульничать в покере, блефовать, да, так ты никогда не сможешь в бридже или в преферансе, потому что там вопросы блефа решаются совершенно иначе. Вот для них это выглядит так. И, поэтому, попытка, например, при раскладе одной игры применять приемы из другой рассматривается просто как тяжкое нарушение. Ну, это, я прошу прощения, примерно так же, как для людей, очень заботящихся о сочетании цветов в одежде, ну, там, я не знаю, коричневый с голубой, что? А кто-то не заметит, кто-то считает, что, наоборот, это абсолютно правильно и гармонично. Ну, или там, этот пиджар там с этими джинсами недопустимо. Ну, опять же, это не общезначенные, а скорее субъективные вещи. Что касается вкуса, то, как известно, одному нравится купадья, другому святой хреб... Простите, какие-то у меня сегодня близость этого культового учреждения навевает какие-то ассоциации. В общем, горящий тоже нравится, который не кашляет. Но, в данном случае, все в порядке, потому что эти вкусы не являются константами. Если человеку вот что-то один раз навсегда нравится, то поговорите с ним об этом хотя бы через год другой, да? Как известно, многие сегодняшние проблемы по прошествии одного календарного года могут выглядеть смешными, да? А могут не выглядеть. Соответственно, если никаким образом приобретаемый опыт, переживаемые события не меняют этого вкуса, то значит, либо это ну, такой однолюбку, которого вот Вивальди любовь всей жизни, либо это значит, что просто вот один раз врубившись и напрягшись, человек потом навсегда расслабился, да? И уже просто не дает себе труда. Это называется не вкус, а вот как у нас в училище в Берзляковском говорили про учителей, про преподавателей истории и научного коммунизма ржавые мозги. Вот там было такое, да? Хотя на самом деле и для ржавых мозгов может наступить совершенно неожиданно новая эра, когда все смажется и начнет очень шустро вращаться, если явится какое-то новое явление, предстанет перед ними в нужном месте, в нужный час и вот так оно вот срастется. Могу сказать, что и со мной тоже многое такое происходило, многие такие вещи, многие такие события, по ходу образования, обучения, когда, например, в какой-то момент я перестал считать, что Шостакович это нагромождение всяких диссонансов и кокофонии, которое просто нервирует и тупо раздражает, а нашел способ, вернее, способ сам нашелся в какой-то момент, увидеть и услышать в этом смысл, понять эту логику и дальше уже просто этой логике следовать, потому что если ты благожелательно и спокойно воспринимаешь все, что она тебе сообщает, эта музыка, то дальше она все сделает сама. Ее надо просто в какой-то момент предоставить ее собственной участии и дать ей сделать свою работу. она в общем на это вполне способна и она это делала уже вот с миллионами людей, почему бы ей не сделать это еще раз. Что касается вкуса и безвкусицы в исполнении, то это такие тонкости, которые по нашим временам опять же с учетом того, насколько часто предположим академическая экспертная оценка тех или иных исполнений не совпадает с их идейностью, популярностью, успехом. Я боюсь, что в ближайшие лет 50 к этому лучше не возвращаться. Если больше нет вопросов, нет вопросов больше? Да? Я просто хотела еще раз поблагодарить всех, кто пришел. Значит, у меня есть вопрос. Можете? Давайте тогда зададим. я просто боюсь, что время будет занимать. Вы знаете, у меня практически вопрос. Вот это прекрасно. Да. Я бабушка юного внука, и в нашей семье я не могу сказать, что культ музыки, и в общем-то, в свое время отмучились в музыкальной школе, но не более этапов. Но хотелось бы, вот все-таки уже, вот сейчас возраст, но я понимаю, что это очень интересная вещь, и так как все-таки для себя упустила, может быть, не пользуюсь, но надеюсь, что нет. Поэтому я здесь послухаю. И вот что бы вы могли посоветовать, как, я так понимаю, что принимание музыки это тоже своего рода тренинг. То есть как бы надо это нарабатывать. Как молодого человека в этот мир ввести все-таки? Как ввести? Ну, вообще говоря, существуют стандартные пути, либо через парадные двери, да, то есть в какие-то концерты предложить молодому человеку пойти, где все это представляют, рассказывают. Единственное, конечно, вот с осторожностью мы по поводу концертов, специально ориентированных на ту или иную возрастную группу. Вот, я... Ну, он затем юный, еще два года. А, ну, я все впереди. Ну, это все замечательно. Нет, просто есть очень серьезные и широко распространенные опасения по поводу того, что, например, если привести человека двух или трех лет на концерт тебе написано 6+, или 12+, то ему там станет плохо, и не дай бог он что-нибудь такое. В принципе, эти опасения даже подтверждаются иногда практикой. Но могу сказать, что, как правило, люди, которые специально вешают 3-4 года и все такое, это такой вот стиль детсадовских воспитательниц, но не нынешних, да, которые просто ниже уже отвалившегося глянца, а тех, которые классические, да. не берусь об этом судить, извините, что я такие паузы вешаю, да, и вот так вот подбираю слова сейчас ваунительно. Я в некотором смысле тоже участвую в этих филармонических делах, поэтому мне не хотелось бы создать у вас впечатление, что я пытаюсь что-то плохое сказать о своих коллегах, да, в частности о тетеньках, которые специально ведут концерты для самых маленьких. Меня об этом, слава Богу, не просили, у меня нет ни педагогической квалификации, никаких особенных претензий на нее, но я знаю, что две категории граждан являются заведомо, что платарные, да, те, которые могут точно определить и, скажем, аргументированно, настойчиво долбить ту или иную программу, ту или иную музыку, в частности, как предназначенную для определенной возрастной ниши. Потому что мы это делаем, вот это, вот это самое, оно и ложим про хрустство, и потом это не работает никогда. То есть человек не может ни один, даже если это Цицерон, царь Соломон, я не знаю, и Че Гевара в одном лице, гарантировать, что трехлетние дети поймут все, и при этом им с одной стороны не будет скучно, а с другой стороны не будет непонятно, потому что они услышат что-то незнакомое им еще. Вот в это вместиться невозможно. Это, значит, попытки контролировать то, что от тебя не зависит, это заведомое шарлатанство. Поэтому, если вам объясняют, что вот оно, скажем, целевым образом назначено только вот для этих, каждое слово согласовано с Минфином и РПЦ, это вот не верьте. Точно так же, как шарлатанами являются, например, медийные начальники, которые гарантируют вам офигенный рейтинг и говорят, что вот это вот, типа, вот это взорвет нашу аудиторию, это ее прям возбудит, у нее будет 146% интересное. Это тоже попытки контролировать то, что от вас не зависит, и попытки колдовать таким образом редко дают именно тот результат который, или не дают вообще никакого. Поэтому, что касается музыки, я еще раз говорю, если ей просто дать сделать свою работу, если это произведения, о которых известно, предположим, что они не безумно длинные, если примерно понятие, кстати, сейчас недавно стали писать в интересах юзеров, я не знаю, там, потребителей, слушателей, культурной общественности, сколько длится то или иное концертное отделение. Об этом все чаще спрашивают и исполнители, и вот нас, грешных, поскольку моя работа в концертных залах очень часто заключается именно в том, чтобы это отделение удлинить и отнять у людей еще немножко времени, рассказав им там, скажем, еще на 5 минут что-нибудь, что, как я надеюсь, им поможет, а у них эти 5 минут все-таки заберет, потому что невозможно рассказать, не потратив на это время. Вот. И, кроме того, если это благожелательный, юзер-френдли, дружественный по отношению к слушателю репертуар, без эмоциональных потрясений и всяких разных эксцессов, то, что бы ни было, это только на пользу. Дальше вы, безусловно, своего внука знаете лучше, чем кто-либо другой. я рискну предположить, уж по крайней мере, не хуже, чем у собственной родителей. Поэтому, вот, на это можно надеяться. Поэтому, вот, все остальное, собственно, зависит и от вас, и от него. И каждый следующий шаг, он диктуется предыдущим, потому что это процесс в его жизни. могу по этому поводу привести один, вот, что называется, почти трагический случай, который был со мной и с моим тогда шестилетним племянником. Это было очень давно, сейчас ему уже 27 лет, страшно сказать. Он взрослый парень, окончил Мехмат и тому подобное. Но тогда ему было 6 лет, он мне, естественно, полностью доверял. И мы с ним вместе пошли в зал Чайковского на симфонический концерт, в котором дирижировал классный один дядька, которого просто я вот как-то любил всегда, так и до сих пор люблю, и дай Бог ему здоровья, как говорится, до 120. Этот дирижер, он приезжает периодически в Москву из Киева, его зовут Роман Исаак, с фамилией его Коффман, он там у них светил и авторитет, а здесь он просто вот гастрольный такой приглашенный, но действительно классный, когда есть возможность его пригласить, люди всегда бывают счастливы. В свое время он был знаменит тем, что стоял во всех Шнитке, не Шнитке, там Олег Каган, Наталья Гутман, все вот эти вот эпические исполнители в афишных концертах всегда шли со званиями, и звания понижались, соответственно, к нижнему краю афиши, а внизу в конце просто дирижер Роман Коффман. Он был специально гордился тем, что у него не было никогда никаких званий. Когда ему дали народного артиста Украины, все расстроилось, закономерность нарушилась. Так вот, Роман Исаак дирижировал разную программу, в том числе там попалась шестая, если не ошибаюсь, симфония Гии Кончелли, которая чьи-то гури-то, чьи-то марголи-то, значит, в принципе, я не досмотрел. Это с моей стороны было упущение, которое очень дорого потом мне стоило. Я не знал этой симфонии, я хотел ее послушать и надеялся, что мы вместе с племянником сможем близко, еще к тому же наблюдаем очень красивый жест, он так здорово все это делает, оркестр играет эту вещь в первую рацию, нам как-то будет интересно. Зная, что у Гии Кончелли, в принципе, музыка в основном-то вот так, гадемическая, серьезная, которая играет в филармонии, она такая тихая, просветленная и в общем она особо никого не напрягает никогда. А тут, значит, нашла коса на камень. Как пошло на два форты страшное, агрессивное и очень такое жесткое звучание, так это продолжалось примерно вот именно в начале шестой симфонии Кончелли, ну, наверное, минут 5-7. И парень шестилетний к этому совершенно не был готов. Я его, к сожалению, не смог от этого защитить. То есть там до этого была прекрасная музыка, после этого была прекрасная музыка, но его так это напрягло, что во всех следующих случаях, когда мы с ним ходили на концерты, уже даже сам ходил без меня, он спрашивал, а там не будет кончения. Вот, что называется, если таких вещей, ну, простите, вот мне пришлось признаться в том, в чем я считаю себя до сих пор виноватым. Хотя прошло, сами понимаете, больше 20 лет с ним. И, в общем, он на меня за это уже не сердится. Но я все равно считаю себя виноватым по понятным причинам. Возможно, его слушательский опыт сложился бы в дальнейшем иначе, если бы вот той неожиданности неприятной он тогда не испытал. Но, как бы ни было, вот, если таких вещей избегать, то, я вам скажу, хуже не будет. Тренировка все-таки и для взрослых, и для детей это, в общем, единственная музыка. Безусловно. Причем терпение это даже, пожалуй, не первая, хотя важная, конечно, вещь, но не первая, которую таким образом стоит тренировать. Мне кажется, попытки расслабиться и получить удовольствие не надо оставлять даже, если они не уходят. Конечно. Никакого насилия. Ну, в общем, как-то да. Так же, как и попытки обсуждения. Потому что все это, музыка ведь, она чем хороша? Они могут говорить в любых словах, и любые слова с ней соотносятся. Это вот наш старый, добрый, просто модернистский принцип «все клеится со всем, а все подходит ко всему», вот он здесь изначально работает. Ее можно описывать в любых категориях, с чем угодно сравнивать, что угодно можно в ней расслышать, разглядеть, представить, себе вообразить без проблем. И если каким-то образом его восприятие хоть частично, хоть в трех словах выйдет наружу после того, как он это услышал, значит, она уже не зря была. Значит, она уже каким-то образом с ним поработала. с ним поработала. Вот как-то так. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Извините, что у вас только... Да. Аплодисменты. Ну что, что не супер, что не супер, если я, скажем, представил каких-то исполнителей, а сам бы ушел, они бы играли в концерт. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну, это такое небольшое порад. Это специальная сумра? Да. Ну, это все в рамках благотворительного фонда, вы прекрасно благотворительное лекцию прочитали. А у нас сейчас два новых вверхи в дому, кстати, в Яговске и в Минвуде. Так что мы были предательны за оплату. А вам большое спасибо. Надеемся, мы с вами поднимемся. Да, причем постоянно занимать гостей. Хорошо. Да-да-да, вот вселенский парадокс. Свободно выбирать, но вы не свободны от последствий вашего выбора. Гениально. Гениально. В этом есть. Да, собственно, это и про... Это в двух словах вот про все, что я пытался сформулировать так долго. Спасибо. 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 Вот. Субтитры сделал DimaTorzok